Самое простое, что мы на первом этапе работы с эмоциями предлагаем, это упражнение, которое называется «Маятник эмоций». При помощи него мы точно так же с Николаем в своё время обучались. Ты учишься переходить из состояния грусти, печали, раздражения в спокойствие. Из состояния радости, смеха, возбуждения в спокойствие. То есть вот всё время возвращаться будем в спокойствие. Почему? Да потому что это основа основ. Здесь важно отметить, что мы не стараемся взять свои эмоции под контроль. Это фактически невозможно. Мы просто учимся через внешние проявления добиться чего? Возможности изменить внутреннее состояние. Выйти из расшатанного состояния, потому что некоторые люди либо застряют где? В негативе постоянно. Либо застряют в вечном позитиве, то есть такая некая форма истерики постоянной, вечная радость. Наша задача с вами – прийти к некому золотому состоянию спокойствия, так называемого. Состояние тихой, уверенной радости. А чтобы вы могли из любой ситуации, пусть даже самой жизненной, трудной, всё равно вернуться куда? В состоянии спокойствия. Теперь как это сделать? Вот давайте сейчас как актёры просто изобразим телом, значит, наши мысли, наши чувства. И внешнее соответствие нашей мимики, осанки – это единое целое. Как Нарбеков иногда говорит, три брата, три родных брата. Эмоции, мысли и внешнее соответствие. Когда мы в грусти, в печали, какая у нас осанка, как мы выглядим. То есть человек, он не думая, бессознательно плечи, горби, подбирается, потому что все вы знаете, что это поза эмбриона, самый защищённый период у человека – это период внутриутробного развития. И мы бессознательно поджимаем ножки, коленочки, груди, плечи, опускаем. Когда нам плохо, когда нас обидели, что-то такое произошло, или нам страшно. То есть есть вот это соответствие. Мы сейчас это просто сделаем технически. Я сейчас не прошу вас грустить, печалиться, вспоминать. Просто попрошу вас сейчас опустить плечи. Вот я буду говорить, а Николай, пожалуйста, демонстрируй. Голову опустите, плечи опустите. Сделайте это, пожалуйста. И немножко расслабьте челюсть, чтобы зубы были не сжаты. И я сейчас попрошу вас, не сопротивляйтесь, просто внутренне расслабьтесь. Не сопротивляйтесь изменению внутреннего состояния. Просто слушайте, как ваше внутреннее состояние, где-то постепенно даже поток ваших мыслей, будет подстраиваться вот под это состояние внешнее. Если вы сейчас будете думать о чём-то хорошем, радостном, то этого не произойдёт. Постарайтесь сейчас мысли в сторонку отодвинуть и просто слушать, как чуть-чуть начинает меняться внутреннее состояние. Если не получается, то ещё голову наклоните. Единственная просьба, если повышенное давление или, скажем, отслоение сетчатки, то низко голову не наклоняйтесь. Старайтесь этого не делать. Прям совсем подобраться. Это вот создайте свою позу, когда вам в этом мире неуютно, бескомфортно. И слушайте, как отвлекается, внутренне подстраивается на уровне чувств. Как-то грустно стало. Погрустнели немножечко. Есть такое, хотя специально мы ничего с вами не вспоминали. Вот сейчас вы можете глаза прикрыть, чтобы не отвлекаться. Можете их держать открытыми. Я попрошу вас распрямить лечи всего-навсего. Лечи. Спокойный вдох, спокойный выдох. И продолжая спокойный вдох, спокойный выдох, мимику лица ещё возьмите под контроль. Просто расправьте лицо. Если где-то брови были нахмурены, если что-то с вашим лицом уже начало происходить в позиции грусти, печали, то сейчас просто осознанно обратите внимание и расправьте лицо. Поза. Осанка, дыхание и мимика. Три момента берём под контроль, искусственно изображая спокойного, владеющего ситуацией человека. И слушаем себя. Вот это тонкое изменение, которое происходит. И как наши чувства, как поток где-то даже наших мыслей подстраивается под состояние спокойствия и владения ситуацией. Есть такой, да, Коля? Всё. Уже вот видно по человеку, что он перешёл в это состояние. Теперь я попрошу, давайте встанем. Будем радоваться, не пугайтесь. Будем хохотать искусственно. Хохочущий человек хватается зачастую за живот, воздуху набирает побольше и на звуке ха-ха-ха-ха-ха его выпускает. Делайте, пожалуйста, вместе с нами. И... Хохотать! Не пугайтесь, не кащенка. Хохотать! появилась у вас смешинка вот это ощущение что хочется продолжать смеяться замечательно у нас не получилось ничего страшного еще раз попробуйте у вас обязательно получится спокойствие сейчас очень важно опять сели немножко здесь все еще двигается вибрация какая-то на лице радость осознанно осанка спокойный вдох спокойный выдох мимика расправленная мимика спокойствие и наблюдайте переход а сейчас постепенно эта вибрация успокаивается дыхание успокаивается и подстраивается внутреннее состояние под ваше внешнее выражение сейчас пожалуйста открываем глаза не спеша на вдохе получилось сейчас коль вот от радости перейти пускай искусственной но радости перейти в состояние